СКОРО НАСТУПИТ Новый Год А ведь еще герой одной из самых знаменитых советских кинокомедий подметил Масштаб рождественских и новогодних мероприятий обязывает руководство одержать их под своим личным контролем Все должно пройти на высоком уровне И главное, понимаешь ли, серьезно Учил жизни бестолковых подчиненных, исполняющих обязанности директора Дома культуры Товарища Гурцов Персонаж картины классика комедийного жанра Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» С тех пор минуло полвека, а отношение к самому волшебному событию года не изменилось Ведь новогодние праздники не просто самые раскрученные Они поистине всенародные, самые массовые Поэтому люди ждут чудо не только от Дедушки Мороза Идет ожидание просто радостного события Конца года, встреча нового года И хотелось бы, чтобы у людей сложилось хорошее предновогоднее праздничное настроение Ну а для этого, ну, как бы мы посоветовали все себя здесь в аппарате райисполкома Провели специальное совещание, пригласили руководителей городских организаций, учреждений И это было наше общее решение Украсить город Это важно для нас, для жителей Островедчины Для жителей Островца непосредственно Мы здесь живем, мы готовим свой дом к празднику, мы его украшаем Это естественно Как известно, встречают по одежке Красиво и со вкусом одеты в гирлянды улицы Улучшат комфорт горожан, да и рейтинг города поднимут Коммунальщики знают об этом не понаслышке Практически все украшение Островца лежит на их плечах В сферу обслуживания входит украшение всего города Это именно парки, здания какие-то, административные гостиницы, такая как ресторан Либо дома какие-то определенные, которые находятся на центральных улицах города Ну и лесопарковая зона, соответственно, все деревни, которые мы имеем Пытаемся украсить все украшения, все остальное В первую очередь службы ЖКХ преображают улицы Володарского, Карла Маркса, Ленинская, Октябрьская Все, что попадается им на глаза, окунается в гамму красок и огней Начали с деревьев, ну на них были размещены светодиодные такие гирлянды специальные Для того, чтобы создавать иллюзию объема и тем самым показать всю красоту зимы После чего на опоры освещения были установлены консоли светодиодные тоже Вы видите, в исполнении похоже на доллар и такие вот звездочки То есть они тоже достаточно красиво смотрятся вечером Огненно-неоновая композиция склон деревьев и столбов улиц плавно проливается на крыши городских зданий Как будто в унисон за ходом солнца яркие огоньки охватывают своим красочным пламенем их окна и стены Красота, глаз не оторвать На зданиях выполнена подсветка Вот, допустим, здание Островец Круп ЖКХ Здесь у нас неон Тоже материал очень хорош Морозоустойка и большие температуры выдерживает То есть его не надо снимать потом в дальнейшем Он может круглый год находиться на здании Такой красивый неоновый контур также подчеркнул фигуру здания Раиисполкома, Белогропромбанка и некоторых жилых домов на центральных улицах города Как ни крути, а главным символом и талисманом сказочного праздника была, есть и будет зеленая елочка Именно под ней в новогоднюю ночь сбываются наши самые заветные желания Именно на лесную красотку тратятся самые дорогие украшения Ну что, елочка, гори! На центральной площади главная и единственная в этом году зеленая красавица вымахала ростом в трехэтажный дом На ее украшение ушло почти километр гирлянд и десятки килограммов игрушек Данная ель у нас уже находится третий год Очень хорошо себя зарекомендовала Быстрая в сборке и в разборке Сбор каркаса, он выполнен из железа, из металлопрофиля То есть собирается полностью, выставляется все, как называется, пазл После чего на низ укладываются ФБС-блоки для того, чтобы парусность в еле достаточно большая и не было опрокидывания в сторону Как было ранее, то есть старые ели природные, они не выдерживали нагрузку и просто ломались, да, от ветра или там от снега, который был на нем Еще один секрет разработчиков Как бы люди не просили елочку загореться, буквально с ней это никогда не произойдет Все потому, что лапки ели сделаны из специального огнеупорного волокна Так что никакие замыкания, салюты и бенгальские огни не заставят расплох нашу зеленую красавицу А на первый взгляд хрустальные и так легко бьющиеся шарики на самом деле сделаны из простой пластмассы Интересно, какой ценник у детища умов инженерной мысли? Коммунальщики прищурились, но прикинули Около 300 миллионов уже старых белорусских рублей стоит новогодний костюм города Ну, хотелось бы, конечно, добавить, но в финансовом положении это очень тяжело на сегодняшний момент Хотелось бы поставить елочку и в первом, и во втором микрорайоне, чтобы праздничное настроение было везде присутствовало Ну, что имеем, то украсили, конечно Хотелось бы увеличить, на будущее, надеюсь, увеличим А новый 2017 год прижмет к стенке, ведь островец в статусе города отметит свой первый юбилей Повод более чем серьезный для основательной подготовки к празднику В 2018 году островцу исполняется 550 лет И тоже надо готовиться к этому празднику, к празднику города И тоже понадобится украшательство Важно то, что мы собираем, то, что мы накапливаем, нарабатываем, сохранять Сохранять и по уму использовать Уже в самых ближайших планах обновить городской сквер Ведь, считай, самое сердце города вечерами бьется в полумрачной тоске Нужны внутри акценты этого сквера, чтобы он светился изнутри Чтобы не получилось так, чтобы прилегающие улицы освещают некие деревья А там темная масса в ночное время суток, и туда войти страшно Ну, вот первую попытку сделали Вот центральная аллея от памятника в сторону школы номер 2 Провесили гирляндами И уже какая-то попытка изменить ситуацию в сквере есть На часах около пяти вечера Обычный будний день По тихому, спокойному городу снуют уставшие люди Разве скажут, что до Нового года осталось буквально меньше недели? Нет, но все меняется после того, как на улице выключается свет Настоящая сказка наступает в городской суете Начиная с центра, настроение подходящего праздника разносится по всей округе Парадную эстафету подхватывают и передают друг другу все предприятия и организации островца На въезде в город со стороны Сморгонь глаз радует ДРСУ Вот бы сельские дороги выглядели так же, как и их здания Мастерам украшения из ДРСУ, а судя по оформлению фасада здания и прилегающей территории Здесь и правда есть спецы в этом деле, повезло больше всего Им не пришлось тратить большие деньги на покупку елки Посмотрите, эта красавица выглядит не хуже, чем сестра из центра Но самое главное, она настоящая Лесная елочка с городской пропиской встретит еще сотню новых лет Сосед лесхоз буквально готовится отметить новоселье Но к празднику лесники подготовиться успели Украсили фасад нового офиса и его ограждение неоном Окна осветили гирляндами А еще, кстати, именно здесь, не нарушая закон совсем за копейки Можно купить в свой дом истинное ощущение нового года Ну, а тебе, снеговик, храбрый детский почтовик Дам я елку-красавицу и мешок с гостинцами Отвезешь ребятам и скажешь Поздравляет всех Дед Мороз Новым Годом! Чуть западнее свою территорию в объятия сказки окунула городская больница Учреждение, в котором борются с главным неприятелем людей Не списывает подготовку к Новому году на задачи куда важнее украшения Более того, больница – обладатель титула прошлогоднего конкурса На лучшее предновогоднее оформление территории Аллея Туй – этакая шеренга новогодних елочек Пожалуй, основной аргумент в уверенной победе О том, что мы находимся на территории больницы Знаю только, в принципе, я и мой коллега-оператор Вы посмотрите, какая красота вокруг меня Такое чувство, будто ты попал в настоящую сказку Уверен, что в этой больнице каждый врач становится волшебником И поможет вам излечить любую болезнь А главным таким волшебником вот уже 30 лет является Валентин Точеный По словам лидера Островецкой лечебки Именно вера людей в чудо помогает докторам в борьбе с любыми болезнями Учреждение здравоохранения – это то учреждение, где праздники, когда остаются люди, они должны тоже чувствовать Новый год Они должны, они должны получать удовольствие от этого Поэтому весь коллектив работает над тем, чтобы в каждом отделении чувствовалась праздничная атмосфера В каждом отделении установлена новогодняя елка с украшениями То есть все отделения оформлены по-своему Потому что у нас на коммуне Нового года, 31 декабря или 30, как получается по календару Проходит Дед Мороз, подводит итоги украшений отделений И присуждаются призы Люди работают над этим, люди стараются Ну а для больных и для тех, кто будет работать в праздничные дни Чувствуется праздничная атмосфера Артема Каспировича посетить больничные стены заставило простуда Но с недугом мальчика быстро справились врачи Помог и больничный Дед Мороз Мне очень нравится елочка Вот надписи Петушок Вот это Дед Мороз Вот он И все украшения Вот вся больница украшена там Детишки – особенные поклонники праздников зимы Есть мнение, что Новый год перестает быть таким прекрасным После того, как пропадает вера в Дедушку Мороза Как заставить детей поверить в сказку Знают в Центре творчества детей и молодежи Под девизом «Подари тепло» подготовились педагоги к наступающему торжеству Остались считанные дни до момента, когда Новый год постучит в наши двери Он обязательно принесет за собой радость, счастье и исполнение всех желаний Но прежде атмосферу праздника своим жителям дарит город Островец уже выполнил новогодний райдер Так что, господин Новый год, приходи, наши двери открыты Дмитрий Королевич, Антон Мальшевский, видеопортал «Твой Островец» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова